Вот уже 14 лет выходит реалиси шоу Doom 2 на ТНТ. Уходят одни герои, приходят другие. Платят на телепроекте тем, кто прошел испытательный срок – 2 или 3 месяца. Доходы официальные, с них отчисляются налоги. При этом участникам запрещают афишировать, что их труд оплачивается. Продюсеры шоу поддерживают давно развенчанный миф, мол, на Доме 2 все по любви. Заработная плата у участников разная – от 20 до 150 тысяч рублей в месяц. Больше всех в этом сезоне получает Ольга Рапунцель. Доходы Рапунцель с учетом рекламы ежемесячно составляют около 200 тысяч рублей. Правда, участники получают лишь половину гонорара за рекламу, остальные деньги остаются на проекте. К слову, 5-10 лет назад доходы в Доме 2 были гораздо выше. Все потому, что нынешние имена участников проекта известны лишь фанатами. На Доме 2 у меня была самая высокая на тот момент зарплата – 5 тысяч долларов, сообщил Рустам Солнце. А самая высокооплачиваемая ведущей Дома 2 была Ксения Собчак. Она вела проект 8 лет. Покинув шоу в 2012 году, Собчак перестала скрывать, что ей платили 100 тысяч долларов в месяц. Имена ветерана золотого состава телепроекта до сих пор на слуху. Именно они и сейчас зарабатывают больше остальных. Степан Меньшиков организует под ключ разного рода торжества. Он сообщил «Комсомольской правде» свой гонорар в заведение крупного мероприятия. С оркестром – 200 тысяч рублей. Я один – 100 тысяч рублей. Алена Водонаева согласна провести свадьбу за 800 тысяч рублей. Можем также предложить сопровождение мероприятия в социальных сетях. Рассказывает менеджер Водонаеве. Плюс 80 тысяч в сумме – сюжеты и истории. 150 тысяч – пост в Инстаграме с фото. 250 тысяч – видеороли в соцсетях. Никаких особенных требований у Алены нет. Отвести и перевести на мероприятие салат и без лактозное молоко. В большой рекламе из выходцев Дома 2 снимают двоих – Викторию Боню и Ольгу Бузову. Боня готова стать лицом крупного бренда за 4 миллиона рублей. Расценки Бузовой начинаются от 2 миллионов за контракт. Боня периодически приезжает в Россию из Монако, где живет с дочкой, чтобы принять участие в различных проектах или провести семинар. Рассказывает, как стать счастливой работая над собой. Еще совсем недавно билеты на семинары Бонни стоили от 4 тысяч рублей, и свободных мест не было. Но теперь Виктория с головой ушла в новый роман с английским миллионером. Поэтому в ближайших планах подобных мероприятий в России нет. Ольга Николаева «Солнце» проводит мастер-классы, где учат, как раскрутить свое имя-бренд, а еще зарабатывает диджей-сетами. Заказать «Солнце» выступить на мероприятии или провести его стоит 70 тысяч рублей. Главная звезда «Дома-2» Ольга Бузова теперь, как известно, поет. Если хотите позвать Ольгу к себе на свадьбу или корпоратив, готовьте 2 миллиона рублей. Она также зарабатывает на рекламе. Один по социальных сетях – 200-300 тысяч рублей. Также у нее бизнес, а ресторан пока отбивает с инвестиции, а бренд одежды приносит около 500 тысяч рублей. «Дом-2» – стартовая площадка. Другое дело, что воспользовались ею единицы. Подводит итог «Солнце». Когда я только ушел из «Дома-2» и не знал, что делать дальше, меня нанял ресторан, где я за 7 тысяч рублей в час пел песни. Сейчас зарабатываю как пиар-продюсер, тележурналист-эксперт и ведущий мероприятий. Юбилей в столичном ресторане, например, будет стоить 50 тысяч рублей. Но могу поехать в Москве и за 30 тысяч на мероприятие. Вилка большая – до 100 тысяч. Это если выезжать в регионы. Завтра еду в Южкар-Алу, например. Для понимания я только за квартиру плачу 96,5 тысяч рублей в месяц. Прикиньте, сколько я должен зарабатывать, чтобы ни в чем себе не отказывать.